Приветствую, дорогие друзья! С вами Анна Малкова, и мы разбираем тренировочную работу, которую вы сейчас в январе писали в школе. А если вы вдруг не писали ее в школе, пожалуйста, все равно посмотрите видеоразбор и найдите способ тренироваться, найдите способ решать варианты ЕГЭ в реальной обстановке. Да, так, чтобы получить незнакомый вариант, получить новые задачи и решать на время, как на экзамене. Ну, например, можно записаться на наш пробный ЕГЭ или в Москве, или онлайн. И вот вариант, который называется Запад. Мы начнем с первой части. Первая часть очень легкая, и первую часть надо решать, и надо решать быстро, правильно, без ошибок. Ну, а если у кого-то ошибки в первой части, мы помним, что времени немного остается до ЕГЭ, и, конечно, с этим надо работать. Значит, первая часть, считаем, что она подарочная. Разбираем все. Первая задача. В доме, где живет Оля, 9 этажей и несколько подъездов. В каждом подъезде, на каждом этаже находятся три квартиры. Оля живет в квартире номер 78. В каком подъезде находится квартира Оли? Ребята, это детский сад. 9 этажей в каждом подъезде, 3 квартиры на каждом этаже. Значит, всего 27 квартир в подъезде. Первый подъезд – это квартиры с первой по 27. Квартиры с 28 по 54 – это второй подъезд. Ну, и с 55 по 81 – это третий подъезд. В 78 квартире живет Оля. Куда она у нас попадает? Она у нас здесь, в третьем подъезде. Вторая. Вторую задачу решают все. Здесь дольше читать условия, чем решать задачу. На рисунке с жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Мурманске с 7 по 22 ноября 95 года. Очень важная для нас сейчас информация, да. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали количество осадков, выпавших в соответствующий день в миллиметрах. Для наглядности, жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, сколько дней в этот период выпадало более 3 миллиметров осадков. Проводим горизонтальную черту на уровне 3 и видим, что всего 2 дня выпадало больше 3 миллиметров осадков. Давайте здесь у меня будут ответы. Так, и дальше пошли. Третья задача. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображен треугольник АВС. Найдите длину его средней линии в параллельной стороне АВ. Мы знаем, что длина средней линии равна половине той стороны, которой она параллельна. АВ равно 6, ну и средняя линия равна 3. Четвертое. Простая задача по теории вероятностей. Задача, где мы пользуемся только определением вероятности. Мы знаем, что вероятность события равна отношению числа благоприятных исходов к общему числу исходов. Фабрика выпускает сумки. В среднем 12 сумок из 150 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Значит, 12 из 150 с каким-то браком. А сколько же хороших? 150 минус 12 – это 138 сумок. И вот случайно взятая сумка. Какова вероятность того, что эта сумка хорошая без скрытых дефектов? У нас 138 благоприятных исходов из 150 возможных. Делим 138 на 150. Да, придется в столбик поделить. И там ответ 0,92. Вы видите, что все задачи здесь очень простые. Но подождите, это первая часть. Первую часть решают все. А вот во второй части, то есть в задачах с 13 по 19 этого варианта, было много интересного. И в этом видео я все это, конечно, покажу. Так вот, пятая задача тоже простая. Решить уравнение. 32 – это 2 в какой степени? 2 в первой – это 2. 2 в квадрате – это 4. Прямо по пальцам считаем. 2 в третьей – это 8. 2 в четвертой – 16. 2 в пятой – это 32. Значит, 2 в степени 1 минус 4х – это 2. В пятой степени равны. Основания равны. Показатели тоже равны. Приравниваем показатели. Получаем сложнейшее уравнение. 1 минус 4х равно 5. Ну хорошо, 4х – это 1 минус 5. 4х – это минус 4. 4х – это минус 1. Я думаю, что все справились. Следующая. Шестая задача. В четырехугольник ABCD вписана окружность. AB равно 44, CD равно 55. Найти периметр четырехугольника ABCD. Так вот, четырехугольник ABCD описанный. А по свойству четырехугольника, описанного вокруг окружности, суммы длин его противоположных сторон должны быть равны. AB плюс CD должно быть равно AD плюс BC. И по условию AB – это 44, а CD – это 55. Значит, 44 плюс 55. И тогда периметр нашего четырехугольника будет равен 44 плюс 55. То есть 99 умножить на 2. Это 100 мы умножаем на 2 и вычитаем 2. Получается 198 сделали. На рисунке изображен график дифференцируемой функции у равно f от x, определенной на интервале от минус 1 до 10. Найдите количество решений уравнения f' от x равно 0 на отрезке от 4 до 8. Но прежде всего, что значит дифференцируемая функция? Это значит функция, у которой есть производная. То есть на всем этом отрезке, на всем этом интервале у функции f от x есть производная. И нам нужно найти количество решений уравнения f' от x равно 0 на отрезке от 4 до 8. А где вообще производная функции может быть равна 0? Вспоминаем, что производная равна 0 в точке максимума, если, конечно, там существует производная, или в точке минимума, или в точке перегиба. И да, действительно, здесь есть точки максимума, и производная в них существует, и точки минимума тут тоже есть. Точек перегиба я здесь не вижу. И вот мы просто отмечаем на нашем графике отрезок от 4 до 8. И видим, что на этом отрезке есть и точка минимума, и точка максимума, и в точке минимума производная равна 0, и в точке максимума производная равна 0. Почему? Потому что касательно мы там проводим график функции и касательно горизонтально. И получаем, что у нас всего 2 таких точки, где производная равна 0. Следующая задача, 8-я. Ребята, вам везет легкая работа, но не надейтесь, что так же легко все будет на реальном ЕГЭ. Кстати, загляните во вторую часть. Вторая часть уже не такая банальная. Восьмое. В прямоугольном параллепипеде известно, что АВ равно 3, АД равно 6, АА1 равно 8. Найти площадь сечения параллепипеда плоскостью, проходящей через точки А, В и С1. Так вот, что у нас является сечением параллепипеда плоскостью, проходящей через точки А, В, С1? Очевидно, что это А, В, С1, Д1. А что это за фигура? Конечно, мы скажем, что это параллелограмм. Почему? Потому что линия пересечения параллельных плоскостей третьей плоскостью параллельная, и мы все это знаем. Ну и кроме того, мы скажем, что это прямоугольник. Почему? Самое простое, что мне приходит в голову, можно вспомнить теорему о трех перпендикулярах. Но в самом деле посмотрим на наш рисунок В, С1. Перпендикулярно А, В. В, С1 это проекция В, С1 на плоскость основания, на плоскость А, В, С. Прямая А, В лежит в плоскости А, В, С, значит, по теореме о трех перпендикулярах В, С1 также перпендикулярно А, В. И да, у нас прямоугольник, и площадь этого прямоугольника легко находится, потому что А, В равно 3, В, С1 из прямоугольного треугольника, В, С, С1 это корень квадратный из В, С квадрат плюс С, С1 квадрат, А, В, С равно, А, Д равно 6, А, А1 равно 8, это корень из 6 в квадрате плюс 8 в квадрате, и я даже могу не вычислять, я просто помню Пифагорову тройку. 6, 8, 10. Если у треугольника такие стороны, то треугольник прямоугольный. Или другими словами, если у прямоугольного треугольника катеты 6 и 8, то гипотенуза, понятно, 10. Нашли, и тогда площадь А, В, С1, Д1, 3 на 10, 30 решили. Следующая, девятая задача, найти значение вот этого выражения, и опять нам повезло, выражение простейшее, потому что корень из 32 мы выносим за скобки, а в скобках у нас формула косинуса двойного угла. А двойной угол по отношению к углу 5П на 8, это 5П делить на 4. Значит, мы получаем корень из 32 на косинус 5П на 4. Кто не помнит эту формулу, ну уж эту формулу надо помнить. косинус двух альфа, это косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. И вы знаете, что еще в двух удобных видах она существует, конечно, вы их все применяете, ну и все. Корень из 32, давайте так его и оставлю. А где у нас там находится на тригонометрическом круге 5П на 4? Вот мне проще нарисовать тригонометрический круг, чем представлять его в уме и искать этот косинус. 5П на 4, это 0. Это Пи. К Пи прибавляем еще Пи на 4. Вот они, 5П на 4. Третья четверть косинус отрицателен. И, конечно, он равен минус корень из двух пополам. Тригонометрический круг мы все знаем, а кто не знает, быстренько подписывайтесь на мой канал, и там как раз есть прекрасное видео о тригонометрическом круге. Так вот, минус корень, это будет минус, это будет минус корень из 32 на корень из двух пополам. Значит, это минус корень из 64, все подобче, корень делить на 2. Минус 8 пополам, минус 4 получили ответ. Десятая задача, ребята, вам везет. Задача очень простая. По сравнению, особенно с тем, что обычно в этом номере бывает, автомобиль массой М килограмм начинает тормозить и проходит до полной остановки, путь С метров. Сила трения Ф в ньютонах, масса автомобиля М в килограммах, время Т в секундах и пройденный путь С в метрах связаны вот таким соотношением. Определите, сколько секунд заняло торможение, если известно, что сила трения 2000 ньютонов, масса автомобиля 1500 килограмм, а путь 600 метров. Я уже подставила сюда формулу все данные. И все. Я не буду, конечно, 1500 умножать на 600, я сначала что-нибудь сокращу. Давайте сокращать. Вот 2 и тут 2000, да, на 2 сокращаем. Раз, два, три нолика убрали. Что у нас осталось? 150 и умножаем на 6, а все остальное сократилось, и это 900, Т квадрат 900, Т это 30. Легко, правда? И сразу давайте 11 задачу. Я думаю, что задачи на движение по окружности решать все умеем. Ну, а если кто-то не умеет, подписывайтесь на мой канал и увидите, как решаются такие задачи. 11. Из одной точки, круговой трассы, длина которой 14 километров, одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля 80 километров в час, и через 40 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в километрах в час. Так вот, вы, конечно, знаете, как решать задачи на движение. И можно нарисовать картинку, нарисовать эту круговую трассу, нарисовать вот эти два автомобиля. Ну, не очень, конечно, при этом увлекаться рисованием автомобиля во всех его подробностях, потому что нам самое главное, что тот, кто обгоняет, проходит на круг больше, что здесь и сказано в задаче. И следующий этап мы рисуем табличку. И вот если даже без рисунка иногда можно обходиться, без таблички никак, потому что, а как вы уравнение составите? Вот мы сюда записываем скорость, время, расстояние. Первый автомобиль, второй автомобиль. Выехали они одновременно. Через 40 минут после старта первый опережал второго на один круг. 40 минут – это 2 трети часа, потому что часто 60 минут, да, 40 делим на 60 – это 2 трети. Время у них одинаковое. 2 трети – скорость первого автомобиля 80 км в час, у второго – х км в час. И первый опережал вот через это время второго ровно на круг. Значит, сколько первый проехал? Мы знаем, что s равно v на t, да, расстояние – это скорость умножить на время. Значит, здесь 2 трети умножить на 80. А второй проехал 2 трети на х. И первый проехал больше. Из большего вычитаем меньшее и получаем разницу 2 трети на 80. Минус 2 трети на х равно разнице, то есть 14 – это один круг. Значит, 2 трети на 80 минус х равно 14. 80 минус х равно 14 умножить на 3, 42, и поделить на 2 21, х – 59, получили. 12-я задача – найти точку максимума вот этой функции. И если вдруг вы в 11 классе и еще не проходили, ну вдруг, я не знаю, производную, и не решали такие задачи, срочно догоняйте. На моем канале есть эти задачи, можно к нам в рассылку подписаться, потому что мы постоянно делаем такие решения интересных задач в нашей рассылке. В общем, решается такая задача с помощью производной. Но прежде чем брать производную, я немножко упрощу выражение для функции. Я вот эту дробь представлю в виде суммы двух дробей, то есть это минус х квадрат делен на х, то есть минус х, и минус 81 делить на х. Мне проще будет брать производную от каждого слагаемого. И производная этой функции будет равна минус 1 и минус производная от 81 делить на х. 81 – постоянный множитель, вынесли за знак производной. А вот производная от единицы на х, как проще всего взять? А вот так сказать, что это х в минус первой степени, да? Под знаком производной. И просто по формуле производной степени. Это будет минус 1 на х в степени, вот минус 1, минус 1. Формулу просто вспоминаем. Минус второй, то есть это минус 1 на х квадрат. Просто таблица производных. Значит, минус 1, и тут минус, уже плюс появился, а тут х квадрат. И что же мы получаем? Получается, давайте теперь уж к одному знаменателю приведем, да? Получается, 81 минус х квадрат поделить на х квадрат. Обратите внимание, что и производная, да и функция существует, конечно, при х, не равном нулю. Да, если х равно нулю, там ни функции, ни производные, ничего там нет. Есть. Ну, конечно, давайте поаккуратнее немножко запишу, да? Это вот, минус 1 и плюс 81 на х квадрат. Теперь мы находим, где производная равна нулю. Потому что мы знаем, что в точках максимума и минимума производная, если она существует, равна нулю. Я рисую ось х. Я отмечаю точки, где производная равна нулю или не существует. Не существует она в нуле. Отмечаем нолик. Равна нулю она там, где 81 минус х квадрат равно нулю. Раскладываем на множители. Не извлекаем корень из уравнения, да? Потому что это странное какое-то было бы действие. А раскладываем на множители. 9 минус х на 9 плюс х равно нулю. Прямо по формуле разности квадратов а квадрат минус b квадрат. Это а минус b на а плюс b. Произведение двух множителей равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из них равен нулю. Значит, у нас получаются точки минус 9 и 9. И вспоминаем, как решаются неравенства методом интервалов. Потому что нам нужен знак производный. Не только точки, где она равна нулю или не существует. Нам нужно найти точку максимума. А точка максимума – это такая точка, где производная равна нулю и меняет знак с плюса на минус. Почему? Потому что вот я рисую часть графика функции, вот точка максимума. До точки максимума функция, мы видим, возрастала. После точки максимума, вот мы вниз идем, функция убывает. Там, где функция возрастает, производная положительно. Производная. Там, где функция убывает, производная отрицательна. А в этой точке касательная горизонтальная, производная равна нулю. Если вы здесь чего-то не понимаете, значит, срочно выучить эти темы. Задачу надо, конечно, решать. Так вот, находим знаки нашего выражения. У нас y' – это 9 минус x на 9 плюс x поделить на x квадрат. Так же, как мы в методе интервалов это делаем. Ну вот я давайте там 10 возьму, да, с этого интервала, когда точно больше 9. Так, здесь минус, здесь плюс плюс, минус получается. А здесь плюс получается, потому что, ну, возьму и, например, 1, да, 9 минус 1 положить, на 9 плюс 1 тоже тут плюс. Так, точка 0, мы знаем, что здесь в нуле знак не меняется. Помним метод интервалов, что если какой-то множитель у нас входит в квадрате, или в четной степени, то при переходе через соответствующую точку знак не меняется. Ну, а там снова минус. Какая нам нужна точка? Нам нужна та точка, где производная равна нулю и меняет знак с плюса на минус. Ну, вот она, конечно. x равно 9, это ответ точка максимума. И сейчас переходим ко второй части этого интересного варианта. Я напоминаю, что мы решаем вариант запад. Очень-очень хорошее тригонометрическое уравнение вы сейчас увидите. Вот она, наша 13-я задача. Ну, что хочется сказать, да? Есть такая пословица «не всю коту масленица». Знаете, да, что когда масленица все едят блины, сметану, там, всякие вкусности, и коту тоже все достается, а потом у этой пословицы есть продолжение, что потом великий пост, и кот хоть голодный ловит мышей, в общем, что сам добудет, то и ест. И вот что вы из этого уравнения добудете, сколько баллов? Я не знаю, потому что уравнение непростое, видите, да? Значит, здесь есть синус, здесь есть логарифм, здесь есть область допустимых значений. Смотрим на это уравнение, сразу анализируем, да, что здесь будет. Есть дробь, значит, сразу появится область допустимых значений. Есть логарифм, еще и логарифм от синуса. А логарифм определен только для положительных чисел. И что? И лучше всего тогда, раз у нас будет такая богатая ОДЗ, решать это уравнение с помощью цепочки равносильных переходов. Что я имею в виду? Вот я сюда пишу нашу область допустимых значений. Мы берем логарифм от синуса, значит, синус х должен быть больше нуля. Кроме того, знаменатель должен быть не равен нулю. Значит, 2 косинуса х не равно корню из трех. Теперь мы говорим, дробь равна нулю тогда и только тогда, когда ее числитель равен нулю, а знаменатель при этом нулю не равен. То есть пишем, что числитель равен нулю. И не спешим, лучше здесь все сделать по очереди. Легкая была первая часть, да, а тут вот какое. Вот, кстати, другому варианту, который вариант восток, им повезло, там простенькое уравнение, а вот запад такое. То есть обратили внимание, да, что я записала, что дробь равна нулю тогда и только тогда, когда числитель равен нулю, а знаменатель нулю не равен. И ОДЗ записала вот в скобочках синус, да, он должен быть больше нуля. Теперь вот я думаю, как бы мне лучше здесь поступить. Вот у меня есть правило, что если можно сделать замену переменной, значит, ее надо делать. То есть это не вопрос, да, вот, а можно ли без нее обойтись или, там, не знаю, подумать над этим. Нет, это просто вот видим, что можно сделать замену, значит, мы ее делаем. Поэтому я говорю третье уравнение решаем отдельно. Я говорю замена логарифм по основанию 2 от синуса х равно нулю. У меня просто такое правило, что могу сделать замену, значит, делаю. Потому что тогда я вижу, из чего состоит это уравнение. Вот. Я вижу, что это просто квадратное уравнение, причем хорошее такое, да, раскладывается на множители. Т на Т плюс 1 равно нулю. И значит это, что Т равно нулю. Или Т плюс 1 равно нулю, то есть Т равно минус единица. Отлично. Теперь возвращаемся к синусу х. Получаем. И даже, ой, нет, к синусу рано, к логарифму, да. Логарифм по основанию 2 от синуса х равен нулю. Видите, рано еще к синусу, да. Или логарифм по основанию 2 от синуса х равен минус единице. Теперь, чтобы не запутаться, я запишу 0 и 1 как логарифмы чего-нибудь по основанию 2. Здесь будет логарифм по основанию 2 от синуса х. Это 0. А 0 это логарифм единицы по основанию 2. А здесь у меня логарифм по основанию 2 от синуса х. А вот минус 1, вот если у вас малейшие сомнения возникли, как записать, вот минус 1 это логарифм по основанию 2 от чего? От 2 в минус 1, да. То есть это логарифм по основанию 2 от 1, 2. Значит тут логарифм по основанию 2 от 1, 2. Хорошо, и давайте уж сразу запишу, что синус х, конечно, больше 0, сейчас мне это пригодится. Так, хорошо. Дальше. Слева и справа здесь в каждом уравнении логарифм по одному основанию. Убираем логарифмы, отбрасываем, да, потому что логарифмическая функция монотонно, логарифмическая функция с основанием 2 монотонно возрастает, и каждое свое значение принимает ровно один раз. То есть что мы получили? Давайте не буду писать равносильно, потому что у меня там еще ОДЗ было, да. Я напишу, что синус х равен 1, или синус х равен 1, 2, при этом синус х больше 0, ой, это выполняется. А вот теперь, теперь я думаю, я напишу, вернемся к уравнению, или к исходной системе, и вот что мы получим. У нас же еще было условие, да, то есть знаменатель дроби, вот этот 2 косинус х минус корень из 3 был не равен нулю. Значит, 2 косинус х не равно корню из 3, и косинус х не равен корню из 3 пополам. Ну вот, и вот теперь говорю очень важную вещь. Пожалуйста, не решайте тригонометрические уравнения, а тем более такие системы в уме. Вот вы видите, я этого не делаю. Я рисую тригонометрический круг, потому что если я начну это решать в уме, я могу что-то там забыть, или где-то ошибиться, или не так записать, а если я это отмечаю на тригонометрическом круге, то я точно не ошибусь. Синус х равно 1. Ну, я напоминаю, тут у меня 0, да, тут у меня пи на 2, пи, 3 пи на 2, а потом 2 пи, а потом дальше, дальше. И да, в пункте А, в 13-й задаче, мы рисуем тригонометрический круг, обязательно. То есть не решаем такое в уме, а рисуем. Синус х равно 1. Это где? Это, понятно, точка пи на 2 плюс 2 пи n, где n целое. Вот оно. Синус х равно 1 и 2. Вот я отмечаю на оси ординат 1 и 2. И вот у меня две точки на тригонометрическом круге, которые соответствуют углам с синусом, равным 1 и 2. Это точка в первой четверти. У кого там синус равен 1 и 2? Понятно. Да, пи на 6, то есть 30 градусов. И плюс 2 пи n. То, что n целое, я уже написала. Здесь во второй четверти, что это за точка, мы тоже знаем. А тригонометрический круг, конечно, все наизусть помните. Здесь 5 пи на 6 плюс 2 пи n. Написали. Но это еще не все. Еще у меня есть область допустимых значений. Значит, давайте тут напишу поаккуратнее, что это вот тут. 5 пи на 6 плюс 2 пи n. И теперь проверяем все условия. Синус х больше нуля. Так, больше, больше, больше. Все, выполняется. Еще одно условие. Косинус х не равен корню из 3 на 2. А если у меня х равен пи на 6, то есть 30 градусов, да, или пи на 6 плюс 2 пи n, то косинус тут как раз равен корню из 3 на 2. Значит, эта точка или эта серия решений, которую так хочется записать в ответ, не удовлетворяет, не входит в область допустимых значений. И мы получаем, что наша система равносильно следующей или х равен пи на 2 плюс 2 пи n, где n целые, подходит, или х равен, вот она, эта точка, 5 пи на 6 плюс 2 пи n. Ура, справились? Хорошо, мы сделали пункт А. Теперь пункт Б. И, вы знаете, хорошо знаю, что большинство из вас прекрасно решает пункт А, особенно в простых уравнениях, и что-то вот начинают запутываться с пунктом Б. Знаете почему? Сейчас я вам открою секрет. Потому что, ну, во-первых, в пункте А, чтобы не запутаться, мы рисуем тригонометрический круг. Во-вторых, мы в пункте Б, вы знаете, тоже рисуем тригонометрический круг. И я сейчас покажу один очень полезный лайфхак, как легко отбирать решение на тригонометрическом круге. Ну что ж, вот хватит, наверное, мне места, да, чтобы еще раз нарисовать тригонометрический круг. Еще раз. То есть, чтобы там не тесниться, да, чтобы лишнюю серию не включить. Вот я рисую точку, соответствующей серии π на 2, плюс 2πn, где n принадлежит z. И вот у меня точка, которая, тут одна вторая, а тут 5π на 6 плюс 2πn. И теперь мне нужно отметить отрезок от π на 2 до 2π. Отмечаем. Вот π на 2. Идем дальше. Вот это π. Пошли дальше, 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 дальше. И вот они, 2π. Так вот, чтобы не ошибиться при отборе корней, мы ориентируемся на начало круга. Потому что вот этот отрезок от π на 2 до 2π, он в каком круге? А в том круге, который у нас нарисован, как тригонометрический круг, который от 0 до 2π. То есть, это 0. От 0, вот раз, мы сюда пришли, тут у нас что? Тут у нас π на 2, да? Дальше. Пошли, пошли, пошли. Тут у нас что? У нас тут 5π на 6. И когда вы записываете ответ, напишите, пожалуйста. Отметим на тригонометрическом круге найденные серии решений и отрезок от π на 2 до π. Видим, что указанному отрезку принадлежат точки π на 2 и 5π на 6. И вот это, да, это ответ в пункте B. Вот я смотрю на задачи второй части, думаю, что бы мне тут такое рассказать. 14-я задача в этом варианте. Вот ее условие. Где-то я ее видела. То есть, у меня прямо четкое такое ощущение дежавю, что я ее видела, решала и рассказывала, что она должна быть у меня на Ютюбе. 15-я задача. Хорошая, интересная, 15-ю я сейчас прокомментирую. Она кажется очень простой. А вот 16-я в этом варианте просто прекрасно. 16-я покажу полностью. Дело в том, что мне хочется никого не обидеть и тех, у кого вариант Запад, и тех, у кого вариант Восток. И в одном варианте одни задачи интереснее, а в другом другие. Поэтому я решила сделать так, что сегодня рассказала всю первую часть из варианта Запад. Показала 13-ю задачу из Запада. Обязательно, конечно, 16-ю покажу, прекрасная. 15-ю прокомментирую. Дальше, вот я смотрю, очень-очень хорошая 17-я задача, очень хорошая 19-я. А вот 18-ю я возьму из Востока, потому что там она поинтереснее, чем эта. И 14-ю я тоже возьму из варианта Восток. Потому что пирамид четырехугольных вы, ну, я надеюсь, да, рисовали много. А вот в том варианте цилиндр. А цилиндр – это что-то все-таки новенькое. Но для того, чтобы вы могли увидеть решение всех-всех-всех задач, независимо от того, Запад у вас или Восток, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь к нам в рассылку. И я обещаю, что обязательно в ближайшее время сделаю видеоразбор оставшихся задач. Поэтому 14-е подписывайтесь, получите видеоразбор. 15-ю я хочу прокомментировать. То есть 15-е кажется, что вам повезло. Это кажется. Вот я смотрю, тут такое неравенство. х-квадрат минус 3х минус 2 поделить на х-квадрат минус 3х плюс 2 плюс х-квадрат минус 3х плюс 16 поделить на х-квадрат минус 3х больше либо равно нуля. Вы заметили, сколько раз я сказала словосочетание х-квадрат минус 3х. Да, 4 раза. И посмотрите, вот они, вот они, вот они, да? И, конечно же, это неравенство. Надо решать с помощью замены переменной. И замена тут абсолютно очевидна. Т равно х-квадрат минус 3х. Совершенно очевидная замена. Ну, а если вы такой противник метода замены переменной и скажете все, что угодно, только не это, и что и так справлюсь, ерунда, и будете без нее решать, то хочу вас обрадовать, будет у вас тут четвертая степень. А неравенство четвертой степени решать далеко не всегда, да, а в редких случаях. То есть замена просто необходима. И вот теперь самое интересное. Где все теряют баллы? Почему я сказала, что задача не столь простая, как это может показаться? Так вот, запоминаем порядок действий. Сделали замену переменной. Решаем неравенство с этой новой переменной. Оно будет намного проще. Да, это будет t минус 2 поделить на t плюс 2 плюс t плюс 16 на t больше либо равно нуля. Решите легко. И вот теперь тот самый подводный камень, та самая ловушка, в которую вам надо не попадаться. Внимание. Вы решаете неравенство относительно t полностью. Только когда вы полностью решили неравенство относительно t, только тогда вы возвращаетесь к переменной x. Не раньше. То есть полностью решить неравенство относительно t. Что значит решить неравенство? Сказать t или на этом интервале, или на этом интервале. И только после этого, когда вы нашли интервал для t, вы возвращаетесь к переменной x. Дальше все просто. Думаю, что разберу его тоже в ближайшее время. Оно намного проще. А вот в другом варианте, который в восток, там неравенство, конечно, более хитрое. И посмотрите тот разбор тоже. А это, ну вот вы подпишитесь на канал, подпишитесь в рассылку и тоже получите решение. Зато 16-е. 16-е, честно говоря, мне понравилось. Вы сейчас ее увидите. На сторонах АС и ВС треугольника АВС, вне его построены квадраты АСДЕ и СБФЖ. Точка М в середине стороны АВ. Докажите, что точка М равна удалена от центров квадратов. То есть надо доказать, что МН равно МП. Задача замечательная. И рисунок, смотрите, какой красивый. И вот смотрим на этот рисунок. Вот проведем мы МН, МП. Ну и что? Ничего не понятно. Давайте проведу, например, вот вам МП. Вот. Вот вам МН. А почему они должны быть равны? И как-то вот очень много здесь линий. Видите, у нас здесь и прямоугольных треугольников много, потому что диагонали квадратов взаимно перпендикулярны. Так, и тут вот у меня углов по 45 градусов тоже много. А почему МН и НП равны? Вот я вижу, что МН – это большая сторона треугольника АМН. А МП – это большая сторона МВП. Так, АМ и МВ у меня равны. Хорошо. Но зато БП и АН – они не равны, потому что АВС по условию неравнобедренный, неправильный, а просто треугольник. Я вот его астроугольным сделала. То есть совершенно непонятно, какие треугольники здесь рассматривать. И вот если не хочется, чтобы я сразу прямо рассказывала решение, вы можете в видео поставить на паузу, поискать тут что-нибудь на этом чертеже. Кто на сколько, вот, сколько времени потратит на поиск решения, напишите в комментариях там, например, там, я за 5 минут нашел решение, или кто-то за 1 минуту найдет, кто-то за 30 минут. Я могу сказать, что я минут, наверное, 10 искал это решение, то есть долго, потому что, а что, а что здесь действительно? Да вот эти треугольники мне не помогают, они разные. Еще в какие треугольники войдут МП и МН? А, а вот тут есть, вот я думаю, какие бы мне еще треугольники сделать? А вот если я сделаю МПЖ, М и Ж соединю, опять ничего не получается, потому что здесь ПЖ, это половинка диагонали правого квадрата, а вот здесь такое я сделаю, здесь НД, это половинка диагонали левого квадрата, а квадраты-то разные, опять ничего не получилось. Что делать? И вот когда уже вот, ну что бы еще тут нарисовать, да? Ну возьму я Ж и Д соединю. Так. Посмотрю на этот чертеж немножко по-другому. Вот смотрю, что здесь нарисовано. Да, как мне это описать? Квадратики, хорошо, они мне пока ничего не дали. Треугольник один, треугольник другой. Ага. Треугольник А, Б, С, треугольник Д, С, Ж, может быть они мне что-то дадут, вот у этого пускай будет сторона А, и тогда это тоже А, да, потому что С, Б, Ф, Ж, квадрат, а тут будет Б, ну и тут тогда будет Б. Ага. Что-то в них есть в этих треугольниках, потому что А, Б, С, у него А и Б, это стороны, а между ними угол Фи. А вот тут угол прямой, и тут прямой. И тогда в треугольнике Д, С, Ж, что я вижу, стороны тоже А и Б, да, а здесь угол какой, а тут 180 градусов минус Фи. Ладно, что-то прояснилось, но вот то, что точка М равна, удалена от центров квадратов Н и П, да, точка М, она здесь серединка стороны, а эти точки вообще в наших треугольниках не лежат. Хорошо, но бесполезно. Да, что-нибудь еще давайте поищем. Вот я вижу здесь четырехугольник А, Б, Ж, Д. То есть, я рассматриваю вообще разные объекты, которые здесь нарисованы на одном чертеже. Вот А, Б, Ж, Д. Так, что это за четырехугольник? Если я его даже отдельно нарисую, он произвольный, да, то есть ни на трапецию, ни на что он там не тянет. Я какой-то произвольный четырехугольник нарисовала. Ага, в этом четырехугольнике Н середина АД, серединка, М середина АБ, здесь П середина еще одной стороны, это что? Это середина БЖ, то есть есть у меня три серединки сторон. А чем мне это может помочь? И вот здесь просто помогает большое количество уже решенных задач. Потому что, да, вот эта задача новая для меня, но другие задачи я решала. И, например, так, на что это похоже? Давайте еще его испорчу, чтобы он не был похож на трапецию. Вот так я его сделаю, вот уж, чтобы совсем не трапеция, а совсем произвольный. Вот. И вот была в первой части ЕГЭ такая задача, вспоминайте, пожалуйста, и мне она очень нравится, что если нам дан совершенно произвольный четырехугольник, доказать, что середины сторон произвольного четырехугольника являются вершинами параллелограммы. я просто вспомнила, что такую задачу я решала, что оказывается, вот это параллелограмм. Не верите, да? Абсолютно был произвольный четырехугольник, ни трапеция, ни квадрат, ни параллелограмм, ну, никто, можно сказать. А вот середины сторон соединили, и получился параллелограмм. А доказать это очень легко. Если я в нашем четырехугольнике, вот задача с первой части, проведу диагонали, то сразу все становится видно. Ну-ка, какой у нас там? А, Б, Ж, Д. Ага, провела я диагональ А, Ж. И что я заметила? А, я заметила, что в треугольнике А, Б, Ж М, П средняя линия. Почему? Потому что соединитель середины сторон. А в треугольнике А, Д, С Н, Ку, это средняя линия. Соединять середину сторон. Ку я поставила середину, Д, С. О, прекрасно. Раз это средняя линия, значит, М, П параллельно А, Ж. Значит, Н, Ку тоже параллельно А, Ж. Значит, они друг другу параллельны. Кроме того, они еще и равны половинке А, Ж. То есть, М, П параллельно Н, Ку и М, П равно Н, Ку и равно половинке А, Ж. Так вот, может быть, у меня ничего на чертеже не складывалось, потому что надо было рассматривать не сами М, П и Н, Ку, а те отрезки, которые в два раза длиннее. Может быть, с ними что-то сложится? Давайте такие проведем. То есть, вот мы рассмотрим треугольник А, Б, Д. В этом треугольнике М, М средняя линия. Сейчас нарисуем. И рассмотрим треугольник А, Б, Ж. В этом треугольнике М, П тоже средняя линия. Может быть, мне большие треугольники чем-то помогут. Проведу сейчас. Это будет М, Н. Я соединяю Б и Д. Ну вот. И соединяю А и Ж. Вот. И, да, пожалуйста, вот М, П, средняя линия треугольника А, Б, Ж. А, М, Н – это средняя линия треугольника А, Б, Д. А вот теперь посмотрю внимательно на А, Ж и Б, Д. Они пересекаются, да? Они пересекаются. Но вот, может быть, это не самый лучший вообще случай, когда нужные нам отрезки пересекаются. Но зато, может быть, мы можем сказать, вот А, Ж – это сторона какого-нибудь интересного для нас треугольника. Так. Вот я смотрю, А, Ж – большая сторона треугольника А, С, Ж. А, С, Ж – вот он. А в этом треугольнике А, С, Ж – сторона А, С равна Б, сторона С, Ж равна А, а угол А, С, Ж – это что? Это Фи плюс 90 градусов О. А вот, а вот и другой треугольник нашелся. Вот Б, Б, С, Д. И, конечно, видите, как хитро пересекаются эти треугольники, да? Но мы уже поняли, что эти треугольники равны. То есть, давайте мы запишем, что треугольник А, С, А, С, Ж равен треугольнику Б, С, Д. Почему? Потому что С, Ж – это А, равно Б, С. Дальше равно, равно, да, Б, С. С, Д – это Б, равно, А, С. Ну, и кроме того, угол между этими, да, сторонами, угол А, С, Ж равен углу Б, С, Д. Значит, треугольники равны по двум сторонам углу между ними. Значит, мы получаем то, к чему стремились. Ура! Прекрасно! Большие стороны этих треугольников равны. Мы получаем, наконец, что А, Ж равно Б, Д. А это означает, что равны их половинке. Потому что мы сказали, что М, Н – это средняя линия треугольника А, Б, Д. То есть, М, Н равна половинке Б, Д. А М, П – это средняя линия треугольника А, Б, Ж. И М, Н равна половинке А, Ж. И поскольку Б, Д и А, Ж равны друг другу, ну, наконец-то, М, М, П здесь, да. М, Н равно М, П. Ура! Что требуется доказать? Точка М равна, удалена от Н и П. Второй пункт очень хороший. И можно сказать, что задача упрощается по сравнению с тем, что было в первом. Найти площадь треугольника Д, М, Ж. Если А, С равно 6, Б, С равно 8 и А, Б равно 10. И давайте мы сразу запишем А, С квадрат плюс Б, С квадрат равно А, Б квадрат. Для треугольника А, Б, С выполняется теорема Пфагора. Значит, угол С – 90 градусов. Красота! Вот он наш треугольник, который теперь стал прямоугольным. Точка М – середина его гипотенузы. И давайте теперь из точки М я опущу перпендикуляры на катет. И, конечно же, точка Н лежит на этом перпендикуляре. Почему? Очевидно, почему. Потому что из точки Н, точки пересечения диагонали квадрата, я опускаю перпендикуляр на сторону квадрата на С. И, конечно, пересечение будет в середине. И вот из точки М я опускаю перпендикуляр на А, С. И этот перпендикуляр проходит, ну давайте, Ку ее назовем, да, через середину А, С. То есть точка Ку лежит на МН. Ку – середина А, С доказывается элементарно. Точно так же мы соединим точки М и П. Вот. И вот пусть здесь будет точка Т, значит, Т лежит на БЦ, Т – это середина БЦ. И с точки М я опустила перпендикуляр на БЦ, основание перпендикуляра Т, да, и точка П тоже лежит на этом перпендикуляре. Хорошо. И давайте напишу, что Т еще лежит на ПМ. Из первого пункта мы получили, что МН и МП равны. Смотри, пункт 1, а теперь-то это точно очевидно, да, потому что АС – это 6, ЦК половинка – это 3, тут тоже 3, здесь ЦТ – 4, и тут 4, и тут 4. И, конечно, мы получаем, что МН равно МП равно 3 плюс 4 равно 7. Хорошо. Нам нужно найти площадь треугольника ДМЖ. Где он у нас такой ДМЖ? Ну, давайте его каким-нибудь цветом обозначим. Кажется, что этот треугольник найти будет несложно. Д и Ж соединили. С точкой М тоже соединили. И здесь тоже соединили. Все хорошо, но немножко закрывает текст, часть этого треугольника. Поэтому я знаю, что мы сделаем. Мы даже не будем рассматривать этот треугольник ДМЖ весь полностью. Мы его разобьем на части. Мы же помним, да, были в первой части в ЕГЭ такие задачи, когда была у нас какая-нибудь фигура, мы поделили ее на части, и сумму частей находить намного проще. Вот я еще и ЦМ проведу. Вот, это ЦМ. То есть я соединяю, да, вершину, среди гипотенузы, медиану провела. Вот. И получаю я, вот они, три треугольника. И обратите, кстати, внимание, да, я знаю, что среди вас есть люди очень экономные. То есть нарисовали там чертеж в первом пункте, где произвольный треугольник, и думаете, надо бы и во втором тем же чертежом воспользоваться, но нет, не надо. Потому что во втором пункте у нас появилось новое знание о нашем треугольнике АБЦ. Мы теперь знаем, что он прямоугольный. То есть появились новые данные. Эти данные надо отразить на чертеже. То есть вот мы нарисовали новый чертеж. И я скажу, что площадь треугольника ДМЖ складывается из площадей трех треугольников СДЖ плюс вот эти два СМД и вот еще хороший треугольник, да, МСЖ. Ну все, дальше просто все, да. Площадь СДЖ это что у нас? Здесь 6, а здесь 8. Потому что вот квадраты построены на катетах треугольника. Значит, из треугольника СДЖ он прямоугольный, конечно же, да, потому что вот квадраты, и тут прямой угол, и тут тоже 90 градусов. Это 6 на 8 пополам. Это 24. Теперь еще два треугольника. Вот у меня треугольник МСД. Ну, конечно же, МСД, вот он. Так, о, да я же сразу, конечно, найду сейчас его площадь, правда. Потому что, смотрите, вот у него СД это основание, оно равно 6. А МТ это его высота. Она равна 3. Значит, получается, что это 6 основания на высоту и пополам. Значит, С треугольника СМД это его основание СД на высоту ТМ и пополам. Получается 6 умножить на... Так, здесь... Нет-нет-нет, здесь 8, 8 здесь. Здесь... Нет, здесь 6 именно. 6. Так. Основание 6, да, потому что тут квадрат со стороной 6. 6 на 3 и пополам, да. Получается 9. Остался еще один треугольник. Вот он. Вот. Треугольник СМЖ. Основание, вот оно, 8. А высота 4. Значит, 8 на 4 пополам. Считаем, это 16. И все. И пишем ответ. С треугольника ДМЖ ДМЖ Это сумма площадей трех треугольников. Это 24 плюс 9 плюс 16 24 плюс 25 ответ 49. Семнадцатая задача в вашем варианте. Хорошая, интересная. Обязательно разберем. Напоминаю, что мы разбираем вариант Запад официальной тренировочной работы, которая была только что. Задача на кредиты. Сейчас покажу секрет решения задачи на кредиты. И расскажу, почему у многих это не получается. В июле 2019 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S миллионов рублей, где S целое число. Условия его возврата таковы. Каждый январь долг увеличивается на 30% по сравнению с концом предыдущего года. С февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга. В июле каждого года долг должен составлять часть кредитов в соответствии со следующей таблицей. Дана таблица. Найдите наибольшее значение S, при котором каждая из выплат будет меньше 5 миллионов рублей. Так вот, почему эти задачи получаются не у всех. Рассказываю секрет. Те, у кого не получается, те этого точно не сделали. Обратите внимание на табличку. Сколько у нас тут строчек к таблице? Одна, да? Тут написан долг в миллионах рублей в июле. Так вот, чтобы задача получилась, нам нужно сделать вторую строчку этой таблицы. Долг в январе после начисления процентов и без этой второй строчки не получается. И даже удобнее делать не строчку в таблице, а вот такую схему. Вот июль 2019 года. Он уже близко. В июле 2019 года вы уже станете студентами. Ну, а кто-то планирует в июле 2019 года взять в кредит сумму S. S – целое число миллионов рублей. Значит, S мы пишем целое. И расчеты в миллионах рублей. Значит, июль 2019 года – сумма S. Лето кончилось, осень тоже, зима настала. Настал январь 2020 года. Что произошло с этой суммой долга? Очевидно, на нее начисляются проценты. Значит, 30% начисляет банк ежегодно. P равно 30% годовых. А вот во сколько раз увеличится сумма долга? Вот здесь, в январе 2020 года. И в таких задачах очень удобно ввести такую переменную. K – это 1 плюс P сотых. Во сколько раз увеличивается сумма долга? В K раз. Я это рассказываю на каждом мастер-классе. Так, когда величина S увеличилась на P процентов, значит, S увеличилась в 1 плюс P сотых, то есть в K раз. И у нас это 1 плюс 30 сотых – 1,3. Значит, в январе 2020 года будет сумма долга S умножить на K, то есть S на 1,3. Теперь опять лето настало. Это будет июль 2020 года. А в июле 2020 года мы знаем, сколько там было по табличке из условий 0,6 S. Снова наступает январь. И вот на эту сумму, оставшуюся долга на 0,6 S, снова начисляются проценты. Значит, эта сумма увеличивается в K раз в 1,3 раза. S на 0,6 на 1,3 – это будет январь 2021 года. Хорошо. Дальше мы понимаем, что будет. Значит, следующий год, июль 2021 года. В июле 2021 года 0,25 S. Опять январь уже 2022 года. Эта сумма долга увеличивается в 1,3 раза. Значит, S на 0,25 на 1,3. И опять настало лето. И в июле 2022 года, наконец-то, этот долг выплачен полностью. И здесь 0. Вот оно. То есть, можно сказать, что к той таблице, которая была в условии, мы приписали еще одну строчку. А без нее нам никак, потому что нам нужно найти выплаты. А где были выплаты? Вот здесь. То есть, долг был в январе равен 1,3 S. Дальше, смотрите, у нас по условиям с февраля по июнь. Каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга. Вот они, выплаты. С февраля по июнь. Давайте мы обозначим Z1. Это первая выплата. Ну, тогда вот здесь будет Z2. Это вторая выплата. А здесь будет Z3, третья выплата. И по условию все эти три выплаты должны быть меньше 5 миллионов рублей. И вот первая выплата, что это? Это разность того долга, который был, и того, который остался. Значит, Z1 – это 1,3 S минус 0,6 S. Это 0,7 S, должна быть меньше 5. Z2 – вторая выплата. Это разность той суммы долга, которая была, и той, которая стала. Долг уменьшился за счет этой выплаты. Значит, 1,3 на 0,6 S минус то, что осталось, 0,25 S, тоже меньше 5. И третья выплата, Z3. Вот она. 0,25 S на 1,3 S. Вся эта выплата, она полностью погасила долг. Значит, 1,3 на 0,25 S тоже меньше 5. Отлично. Осталось нам немножко досчитать. И, конечно, я знаю, что многие очень любят считать столбик особенно. Да, сейчас будут 5 делить на 0,7, 5 делить на 0,53, 5 делить на 0,325. Вопрос. А надо ли нам делать все эти действия? Потому что, смотрите, у нас ведь система условий, да? Все эти выплаты должны быть меньше 5. Вот давайте я отдельно запишу. 0,7 S меньше 5, 0,53 S меньше 5, 0,325 S тоже меньше 5. Значит, S должно быть меньше, чем 5 делить на 0,7 S должно быть меньше, чем 5 на 0,53 S меньше, чем 5 на 0,325. Теперь, вот если я возьму, в 9 классе были такие задания, да? Отмечу на оси Х точке 0,7, это здесь. 0,53 S это меньше. А 0,325 S, понятно, еще меньше, да? А обратные величины, когда мы единичку делим на эту величину, чем больше знаменатель дроби, тем меньше дробь. Значит, 1 на 0,325 S больше, чем 1 на 0,53 S и больше, чем 1 делить на 0,7 S. Хорошо, нарисую еще одну прямую, чтобы это все наглядно было, да? Значит, 5 делить на 0,7 S, самое маленькое, и S меньше этой величины. 5 делить на 0,53, побольше. А 5 делить на 0,325, еще больше. И нам не нужно решать все три неравенства и три раза делить столбик, потому что все три неравенства выполняются здесь. И наша система равна именно следующей S меньше, чем 5 делить на 0,7, то есть S меньше, чем 50 делить на 7, при этом S целая. Давайте мы в столбик поделим 50 на 7, но не пугайтесь, долго делить не будем, потому что 7 и 7 это 49, 7 целых мы уже получили, 50 минус 49, 1, 10 делим на 7, тут 1, 7 вычитаем, так, 30 делим на 7, берем по 4, 28 вычитаем 2, так, 20 на 7 берем по 2, и дальше мне уже не так интересно, это приблизительно 7,14, а какое самое большое целое число в этом интервале, конечно, это 7. То есть S целое, значит, S меньше либо равно 7 и S наибольшее возможное, это 7 миллионов рублей. 18 задача в этом варианте простая, поэтому кто любит задачи с параметрами и хочет научиться их решать, пожалуйста, посмотрите разбор 18 задачи в варианте Восток, там она намного интереснее. Ну а разбор этой 18 задачи я сделаю дополнительно, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в рассылку, и вы тоже получите эти материалы. А вот 19 задача, 19 задача здесь хорошая, потому что решаются все три пункта, и это очень приятно. Это задача на прогрессию. Даны две арифметические прогрессии. Все члены возрастающих арифметических прогрессий а1, а2, а1 и b1, b2, bn являются натуральными числами. Пункта приведите пример таких прогрессий, для которых а1, b1 плюс а3, b3 равно 3, а2, b2. Пункты b и b я пока читать не буду, я разберусь с пунктом а, но заодно у меня получатся заготовки для следующих пунктов. Так вот, две арифметические прогрессии. Аn-ая, арифметическая прогрессия, а мы знаем, что это такая последовательность, в которой каждый член, начиная со второго, равен сумме предыдущего и одного и того же числа d, который называется разностью прогрессии. Давайте мы так и запишем, что аn-ая равно аn-1 плюс d, а поскольку прогрессия возрастающая, d больше нуля. И d, мы скажем, это разность прогрессии. Вторая прогрессия, bn-ая, bn-ая это bn-1 плюс, давайте, e обозначим, разность этой прогрессии, e больше нуля, потому что и эта прогрессия тоже возрастающая. И вот теперь, как мы всегда делаем в задачах на прогрессии, мы выразим а3, b3, а2 и b2 через а1 и d и, соответственно, через b1 и e. Я напомню, что аn-ая, n-ая член арифмической прогрессии, это а1 плюс d на n минус 1. Ну и bn-ая, конечно, да, это у нас будет b1 плюс e на n минус 1. Давайте выражать. А2 это а1 плюс d, b2 это b1 плюс e. Так, а3 мне еще понадобится, а3 это а1 плюс 2d, b3 это b1 плюс 2e. И подставляем все вот туда в наше уравнение, посмотрим, что получится. а1, b1 плюс, а3, b3, значит, плюс а1 плюс 2d на b1 плюс 2e. А здесь 3 на а1 плюс d, это второе, на b1 плюс e. Пока ничего страшного, да, просто скобки раскрываем. Получается а1, b1 плюс а1 на b1 плюс 2d на b1 плюс 2e на а1 и плюс 2d на 2e, 4de. Теперь с этой стороны, с правой получается 3а1 на b1 плюс 3b1 на d плюс 3а1 на e и плюс 3d на e. Приводим подобное, здесь в правой части 3а1, b1, в левой части 2а1, b1, значит, в правой части останется а1, b1. 3d в правой части и 4d в левой части, d остаются в левой части. 3b1, b1, 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 b Равно D на E. Смотрите, у нас одно уравнение и 4 неизвестных. И, конечно, решить одно уравнение с 4 неизвестными, то есть найти все его решения, конечно, мы не сможем, даже зная, что все эти числа A, B, D и E, A1, B1, D и E, натуральные. Но нам ведь и не нужно искать все решения уравнения. Смотрите, нам нужно привести пример таких арифметических прогрессий, для которых это условие выполняется. То есть какие-то из этих переменных мы можем выбрать сами, а другие через них выразим и подберем пример. Нам достаточно одного примера. И вот пусть первые члены обеих прогрессий будут равны единице. A1 равно B1, равно единице. И мы тогда получаем уравнение. 1 плюс D плюс е равно D на е. 1 плюс D плюс е равно D на е. У нас осталось всего 2 переменных в нашем уравнении. Значит, 1 плюс D плюс е это D на е. D и е я могу подбирать сама. То есть такую пару чисел, которые удовлетворяют этому уравнению. Пусть, например, D будет равно 2, а е будет равно 3. Если мы берем 1 плюс 2 плюс 3, это как раз 2 умножить на 3. Отлично. У нас получается, что первая прогрессия АМ. А1 равно 1 и D равно 2. То есть это арифметическая прогрессия. 1, 2 прибавляем 3, 2 прибавляем 5, 7, 9, 11. И вторая прогрессия B, N. B1 единичка. Е разность прогрессии равна 3. Значит, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Давайте проверим, что действительно для этих прогрессий выполняется то требование, которое там было в условии. А1, B1 плюс А3, B3 должно быть равно 3А2 на B2. Проверяем. 1 плюс А3, B3, 5 на 7 равно 3 на 3 на 4. Прекрасно. 1 плюс 35 это 36, и в правой части тоже 36. Верно, пункт А мы сделали, мы привели нужный пример. Второй пункт. Существуют ли такие прогрессии, что А1, B1 плюс 2А4, B4 равно 3А3 на B3? Давайте точно так же мы запишем, что А4 это А1 плюс 3D. А4, B4 это B1 плюс 3Е. Что у нас тут еще? А3 это А1 плюс 2D. B3, B3 это B1 плюс 2Е. Все. Подставляем все это в наше уравнение. А1, B1 плюс 2А4, A1 плюс 3D на B1 плюс 3Е. Равно 3А1 плюс 2D на B1 плюс 2Е. Раскрываем скобки. Конечно, здесь 4 переменных, но когда мы раскроем скобки и приведем подобное, наверное, что-то мы получим. А1, B1 плюс 2А1, B1 плюс 2 на 3, 6, B1 на D плюс 6А1 на Е и плюс 3D на 3Е еще на 2, 18, 3 на 3 на 2, ДЕ. В правой части 3А1, B1 плюс 3А1, B1 плюс 6А1, Е и плюс 3 умножить на 4, 12ДЕ. Приводим подобное. 3А1, B1 в правой части, 3А1, B1 в левой, и все, уходит А1 на B1. 6, B1, D и здесь такое же, тоже взаимно уничтожаются. 6А1, Е и тут такое же в левой части, взаимно уничтожаются. 18ДЕ равно 12ДЕ, прекрасно, 6ДЕ равно 0, Д на Е равно 0. Вот что мы получили. А теперь вспомним. У нас были две возрастающие арифметические прогрессии, то есть к условию Д больше 0, Е больше 0. Д, Е равно 0, значит, Д равно 0 или Е равно 0. Мы получили противоречие. Если в прогрессии разность равна 0, то все числа в этой прогрессии одинаковы. У нас противоречие с условием. Мы так и скажем, противоречие. Значит, наше предположение было неверным. Таких прогрессий не существует. И в пункте В ответ нет. Пункт В. Какое наибольшее значение может принимать произведение А3 на В3, если А1 на В1 плюс 2А4 на В4 меньше либо равно 300? Кстати, в пункте В у нас тоже была такая комбинация. У нас тоже было выражение А1В1 плюс 2А4 на В4. И там мы доказали, что 3 на А3В3 это не может быть равно. А вот теперь нам нужно найти наибольшее значение для А3В3. Ну что же, в двух пунктах мы расписывали А4В4, А3В3 через А1 и ДВ1 и Е. Соответственно, наверное, в пункте В это тоже сработает. То есть распишем точно так же, как в пункте В. Вот это выражение А1В1 плюс 2А4В4, а мы это уже делали только что. Мы распишем это как А1В1 плюс 2 на А1 плюс 3Д на В1 плюс 3Е. И мы получаем А1В1 плюс 2А1В1 плюс 6В1Д плюс 6А1Е плюс 3 на А3 на А2 18ДЕ. Вот это все меньше или равно 300. Приводим подобное. 3А1В1 плюс 6В1Д плюс 6А1Е плюс 18ДЕ меньше или равно 300. Поделим у нас то, мы можем это сделать. Значит, А1В1 плюс 2В1Д плюс 2А1Е и плюс 6ДЕ меньше либо равно 100. Мы хотим найти наибольшее значение выражения А3В3. А3В3. А3В3 мы тоже можем расписать это А1 плюс 2Д на В1 плюс 2Е. Это будет А1В1 плюс 2В1Д плюс 2А1Е и еще плюс 4ДЕ. А вот теперь посмотрим здесь в первом выражении А1В1 и во втором тоже. 2В1Д и тут тоже, а 2А1Е и во втором тоже есть. Только различаются они тем, что в первом выражении 6ДЕ, а в втором 4ДЕ. Отлично. То есть мы увидели связь между ними. И давайте мы, вот второе выражение мы обозначим М. А первое выражение мы обозначим Н. И мы скажем, что Н меньше либо равно 100. А М, а как получается М? Если мы из Н вычтем 2ДЕ, то мы получим МН минус 2ДЕ. Хорошо. Н меньше или равно 100. Значит, М меньше либо равно чем 100 минус 2ДЕ. Прекрасно. А нам осталось только оценить это выражение. Давайте подумаем, что мы еще знаем о ДЕ и Е. Мы знаем, что обе наши прогрессии возрастающие. То есть Д больше нуля, Е больше нуля. И теперь маленький секрет для решения 19-й задачи. Ключ ко многим задачам, когда мы от строгого неравенства переходим к нестрогому. Д больше либо равно единице. Самое маленькое возможное Д – это единица. Каждый следующий член первой прогрессии на единицу больше предыдущего. Ну и Е больше либо равно единице. Тогда ДЕ больше либо равно единице. А минус 2ДЕ меньше либо равно минус 2, значит, М меньше либо равно 100 минус 2М меньше либо равно 98. Прекрасно. Мы сделали оценку нужной нам величины. И вот есть такой метод в решении 19-й задачи. Называется оценка плюс пример. То есть мы сказали, что М меньше или равно 98. М не может быть больше 98. Нам осталось привести пример, когда М равно 98, и задача будет решена. Потому что сейчас мы сделали задачу на 3 пункта из 4 возможных. Осталось пример М равного 98. То есть взять две такие прогрессии, в которых М, а М мы обозначили А3 на Б3, равно 98. Приведем пример. По условию все члены первой прогрессии второй натуральные числа. И вот 98 давайте мы представим в виде произведения натуральных множителей. Это что? Это 2 на 49. То есть это 2 на 7 на 7. И вот пусть у меня, например, в первой прогрессии А3 будет равно 7. А Б3, 3 члены второй прогрессии, будет 2 на 7, 14. Значит 7 на 14. Хорошо? И нам еще нужно Д и Е, то есть разность этих прогрессий подобрать. Ну давайте возьмем Д равно 1, Е равно 1. Приведем пример. Та, где А3, 7, Б3, 14, их произведение как раз 98. И теперь мы построим такие прогрессии. Значит, как мы получили А3 равно 7? Это А1 плюс 2Д, да? То есть это А1 плюс 2, А1 это 5. Здесь во второй прогрессии мы получили 14. Это Б1 плюс 2Е. Это Б1 плюс 2, Б1 равно 12. Значит, нам подходят следующие прогрессии 5, 6, 7, 8, 9, 10 и дальше. И вторая прогрессия 12, 13, 14, 15 и дальше. Произведение третьих членов этих прогрессий действительно 98. И выполняется также условие. А1 на Б1 плюс 2А4 на Б4 меньше либо равно 300. Давайте проверим. А1 на Б1, 5 на 12, плюс 2 на А4 на Б4, на 8, на 15. Давайте посчитаем, сколько это. Получается 5 на 12, 60, 15 на 2, 30 на 8, 240. А это ровно 300, то есть все условия выполнены. И по методу оценка плюс пример мы сделали пункт В этой задачи. Вот, пожалуйста, самая сложная задача в этом варианте. А вот 18-ю задачу, 14-ю и даже 15-ю лучше посмотреть в варианте Восток, а они там намного интереснее. И, пожалуйста, если хотите узнать решение остальных задач из варианта, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на рассылку и получайте наши бесплатные материалы для подготовки к ЕГЭ. С вами Анна Малкова.